Время, 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 время. Время, 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 время. Время, 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 время. Леонид Сергеевич, действительно, хватит теории. Да, хотелось бы посмотреть на вас в деле. Пойдите и сыграйте Вандергельдера. Ну, во-первых, Варден... Варден... Ну, во-первых, это невозможно выговорить. А во-вторых, Вандергельдер не мое амплуа, понятно? Ну, вот теперь понятно. Вандергельдер, не мое амплуа. Вандергельдер. 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 Продолжение следует... ПЕСНЯ 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 Мальчики, здесь у меня назначено свидание с мистером Гарри Вандергельдером по поводу его второго брака. Как говорил мой покойный муж, брак — это взятка, получив которую, прислуга считает себя хозяйкой дома. О, вот и мистер Вандергельдер. Мальчики, ружье. О, вот и мистер Вандергельдер. Поздравляю. Миллион раз поздравляю, вы поступили очень правильно, фактически сделав предложение мисс Ирэн Молеев. А у вас, говорит, весь Нью-Йорк. Я еще не решил. Все улицы устланы трупами невест, умирающих от горя. Но вы сделали правильный выбор. Я очень рада за нашу маленькую Ирэну. В конце концов, ей не так просто было снова стать невестой. Ну, я имею в виду все, что говорилось. Хотя лично я никогда не верила этим слухам, уверяю вас, никогда. Слухам? Каким слухам? Остакуйтесь, Гарри. Все отлично знают, что муж ее умер естественной смертью. Просто все это произошло неожиданно так, раз и нет. Как это? Раз и нет. Джентльмены, как это? Раз и нет. Две ложки тушеной рыбы с гарниром, который она приготовила специально для него, и... Конец. Я ничего не хочу сказать, Гарри. Я только даю вам дружеский совет. Какой? Не ешьте дома. Ах, Гарри. А какое подвенечное платье Ирэн себе заказал? Удивительно, экстравагантное. Вам следует взглянуть. Черное. Черт ее знает. Что вы только себе позволяете. То подсунули мне какую-то... Фельдфебельшу. Эрнестина? Моя лучшая подруга? Гарри. Очаровательная женщина. Ну да. Пьет, как лошадь, ожарет, как боров. На приеме чуть не уснула на столе. Эрнестина? Которой я так доверяла? Да. А потом ей вздумалось танцевать, плясать на рояле. А то у нее всегда были артистические склонности. Ну вот что. Еле я увернулся от вашей артистки, как вы мне подсовываете какую-то отравительницу. Ах, Гарри, это слишком. Хватит. Я сыт по горло. Вечно вы переворачиваете все вверх дном. Вечно суете свой нос куда не следует. Тот, кому бы пришла идиотская мысль жениться на вас, был бы конченый человек до конца дней своих. Что? Что вы такое сказали? Я сказал, что тот, кто женится на вас, будет конченый человек. Гарри Бандергельтер. Немедленно выбросьте это из головы и зарубите себе на носу. У меня нет ни малейшего желания выходить за вас замуж, понятно? Чур меня, я вам и не предлагал. Надеюсь, вы пойдете своим путем, а я пойду своим, да-да. Я не какая-нибудь Эрен Молей, которой можно скружить голову коробкой орехов в шоколаде, да и то неочищенных. Не понимаю, как вы могли предположить, что я... Да я ничего не предполагал. Надеюсь, но раз вы об этом заговорили... Да я не заговариваю. У меня есть свидетели. Так вот, насколько вы об этом заговорили, я вам скажу одну вещь. Такой капризный, занудливый, мрачный тип, как вы, мне не пара. Вы едете есть свой салат, а я пойду есть свой. И вот что, Гарри, я вам еще скажу. Я была последней, кто к нему хорошо относился. Этот человек плохо кончит. Он найдет себе экономку, которая будет кормить его на доллар в день. А остаток жизни он проведет у замочной скважины, подслушивая и подглядывая, как бы его кто-нибудь не обманул. А ведь этот джентльмен мог бы быть таким милым, таким обаятельным. А я не хочу быть обаятельным. Джентльмена. Он начал подслушивать раньше, чем я предполагала. Мой дорогой Гарри, ваши годы, надо уметь с благодарностью слушать правду о себе. Ваши годы, ваши годы, вечно вы мне твердите о моих годах. Хорошо, Гарри. Не будем. Не будем об этом. Но прежде чем мы совсем покончим с этим, я вам скажу еще одну вещь. Не надо. Джентльмен, иногда, только иногда мне кажется, что я могла бы быть за него замуж. Но я и не просил вас выходить за меня замуж. Не просите, не умоляйте, все напрасно. Джентльмены, я не сделаю ей предложение. Джентльмен, он ждет, что это сделаю я. Зря. Очень жаль, Гарри. Но я вам отказываю. Ступайте. Что? Так что же вы не уходите? Хеллоу. Ну, хорошо. Из остатков моих добрых чувств к вам, я попытаюсь еще раз найти вам идеальную жену. Долли Галахер. Я не желаю, чтобы вы искали мне идеальную жену. Вечно вы мне подсовываете каких-то неполноценных идиоток. Если понадобится, я сам найду себе идеальную жену. Да, конечно. Да? Тем более, что я уже нашел ее. Да, да, да. Черт возьми, вас, Долли. Я прошу вас, будьте моей женой. Да. Гады. Мой дорогой Гады. Я скажу вам еще одну вещь. Какую? Прощайте. Да и хранит вас Бог. Джентльмены, да задержите же ее, она уходит. Гарри, я забыла вам сказать еще одну вещь. Не надо. Гарри, я хитрая. Гарри, ты такой уж выпадал, милый мой. О, такой большой Гарри, такой смешной Гарри. Конечно, я пойду. Долли. Конечно, я уйду. Долли. Конечно, я уйду. Долли. Долли. Кабо. Кабо. Продолжение следует...